Добрый день! Здравствуйте, мои дорогие любители керамики! Я Анна Борисовна, руководитель студии керамики молодежного клуба Олимп. Рада вновь приветствовать вас в нашей мастерской. Сегодня мы будем продолжать тему города, а именно мы поговорим о горожанах, о людях, которые живут в нашем городе. Кто-то давно, кто-то не очень, кто-то здесь родился, имеет уже несколько поколений за плечами петербуржцев. Но неважно, наш город такой большой, он многонациональный, всегда был, есть, и, я надеюсь, останется таким гостеприимным, добрым для всех, открытым для общения, для жизни, для творчества и для работы. Сегодня перед вами много-много-много разных лиц. Обратите внимание, разного возраста есть и молодые, есть и постаршие, есть совсем возрастные. Каждый человек имеет свой характер, свой образ, свою графику и пластику, свою мимику. И вот сегодня все, что мы знаем и все, что бы мы хотели показать в своей работе, мы с вами, надеюсь, воплотим. А работать мы сегодня будем над масками. Маска – это лицевая часть лица, не имеющая объема, затылочной, боковых частей, просто маска. Но маску тоже можно сделать разной. Из истории масок мы знаем, что они бывали абсолютно разнообразные и несли в себе всегда эмоциональный заряд и характерный образ. Пока мы наших гостей уберем со сцены. Вот смотрите, какой интересный человек. Очень интересный человек. То есть даже можно много придумать. Истории, откуда они у нас эти люди, кто они, чем они занимаются. Очень хорошие работы, которые уже сделаны моими ребятами в студии. И я имею возможность это все показать. Но сейчас мы с вами начнем. У нас рабочая плоскость тканевая. У нас с вами наша досочка рабочая, на которой у нас всегда лежат готовые работы. Мы ее немножко отодвинем. И сегодня вместе с нами белая жгущаяся глина и основа, на которой мы будем как раз работать. Это втулка. Я надеюсь, вы все ее узнали. Я даже в этом нисколько не сомневаюсь. У меня она есть. А если у вас ее нет, то можно использовать баночку из-под сметаны. А можно даже и другую баночку. В этом нет ничего предусудительного. Но я буду использовать то, что мне больше нравится. Кладем. И немножко, немножко даже прижимаем. Вот так прижимаем. Для чего? Для того, чтобы не каталось. Но для того, чтобы совсем не каталось, берем кусочек глины раз и подставляем под нашу втулку, под нашу основу. Берем кусочек глины два и подставляем тоже. Ну что ж, вот уже теперь у нас основа сидит достаточно прочно на драпировке нашей тканевой. И мы начинаем работать. Берем небольшой кусочек глины. Превращая его, конечно, в шарик, как обычно. Начинаем мы с формы шара с вами. Обстукиваем. Тихонечко обкатываем. Ну, до ровного шарика. Вы помните, что из хорошей заготовки получается хорошая работа. Я не перестану это говорить, потому что повторение, мать, учение. Вот. Уж простите меня, но на этом стоит и стоять будет наша работа. Поехали. Берем кусочек и начинаем растягивать его. Просто вот даже растягивать. Мы его не раскатываем, не разминаем, а растягиваем и превращаем его в маленький кусочек, придерживая рукой. Если мы придерживать рукой не будем, будет вот что. Мы уедем очень далеко, и потом нам будет трудно вернуться. Поэтому придерживайте ткань, на которой работаете, и очень аккуратно, очень так вот нежно, с любовью. Это же будущий наш портрет, это же лицо. Это не что-нибудь, это не ноги. Хотя все части тела человеческие ценны и важны для жизни. Вот мы растянули наш кусочек, и обратите внимание, он не должен быть толще полусантиметра и тоньше хотя бы трех миллиметров. Почему? Потому что это наша основа. Вот она, наша основа. Мы на нее будем потом уже собирать детали лица, поэтому она не должна быть толстая. Взглянув на то, что у нас получилось, мы должны выбрать, какая часть будет нижней, то есть подбородком, и какая часть будет верхней, то есть макушечкой. Выбрали? Очень хорошо. Кладем. Обжимаем немножечко по форме. Обжимаем. Ну, а дальше, дальше, дальше у нас самое интересное. Это детали. Детали и главное. Есть такое выражение. Так вот, мы с вами должны помнить, что деталь формирует главное. А главное это образ, который мы хотим создать. И начинаем мы с самого главного, как я думаю, это с глаз, потому что глаза, говорят, это зеркало души. Правильно. Мы должны вдохнуть в нашу лепешечку душу. Начнем. Берем кусочек небольшой, маленький совсем. Катаем в пальцах и прижимаем, делая лепешечку. А в обязательном порядке, как вы помните, берем шликер. Без шликера мы не соединяем детали в глиняной работе. Без шликера. Если немножечко выползли кусочки шликера, убираем сразу. Убираем вот так вот сразу. Только старайтесь не скоблить, а аккуратненько почищать. Лучше не допускайте таких вещей, потому что уже потеряется что-то и приобретается что-то другое. Ладно. Второй глаз. Также лепешечка. Также немножко шликера. Не берите много. Первый раз я переборщила. И сажаем яблоко глаза. А глаз это глазное яблоко, то есть шар в идеале, то есть шар объемный, который вставляется в глазницы. Но в данном случае мы имитируем глазное яблоко тем, что делаем вот так. Далее. Нос. Ось симметрии человеческого лица может быть разным, но всегда посередине. Не забывайте, что любая деталь, конечно же, приклеивается. Вот мы приклеиваем, вминаем немножечко и уже придаем характерные особенности. Нос может быть курносый, с горбинкой, картошкой, острый, прямой. Ну вот. Поэтому формируем вот так вот кончик носа. Кончик носа формируем, приклеиваем. Вы можете примазать деталь, как, допустим, вот в этом случае. Обратите внимание. Видите, деталь примазана очень хорошо и плавный переход от носа на скулу и щеку есть, и он очевиден. Здесь, в данном случае, декоративный прием, то есть нету примазки. Это декоративный прием. Выбирайте любой. Вы вольны делать, что хотите. Мы можем вспомнить и посмотрев в зеркало убедимся, что у человека есть крылья носа. Вот они, крылья носа, под которыми уже располагаются ноздри. Если вам это не очень интересно, вы можете сделать просто вот так. Раз и два. Нос от этого не пострадает. Да, будет менее скульптурным, но ничего. Декоративная работа предполагает некоторые варианты на тему портретного сходства и деталей. Губы. У каждого человека их две. можно верхняя и нижняя. сделать вот так. Положить кусок, а потом взять и сделать разделительную линию. Но получится характерный образ губ. А можно сделать по-другому. Раскатать немножко колбаску, превратить ее в верхнюю губу, сделать даже разделение и приклеить вот так. Правильно? Можно. Я сделаю так. а вы выбираете свой способ, потому что все равно двух похожих работ никогда не получается. Даже если мы четко следуем советам, все равно у каждого своя рука, у каждого свой опыт, свое понимание и, конечно же, свой результат. и самое главное, что результат любого автора мы уважаем, потому что это чужая работа. Сделайте свою и начинайте критику с себя. Лучше всегда начинать с себя, а потом уже укорять кого-то в том или ином неправильном понимании формы, образов и так далее. Ну, вот у нас получились губы. Можно подчеркнуть, конечно, разрез губ, можно чуть-чуть добавить человеку улыбки, можно добавить улыбки, ну и принимаемся за глаза. Глазное яблоко имеет радужку. Это цветной кружочек, находящийся на глазном яблоке, в пределах глазного яблока, и он у нас у каждого свой, серый, зеленый, карий, голубой, болотный, у каждого свои глаза. Берем какой-то колпачок и делаем имитацию глазного яблока. Я хочу, чтобы мой человек смотрел в сторону. Он смотрит вот туда, правильно? Если бы я радужку расположила выше, вот сюда сдвинула, то у меня человек смотрел бы наверх, поверьте мне, и можете попробовать. Если бы я расположила ниже, то мой человек смотрел бы себя под ноги. Ну, а если бы прямо и ровно, то человек смотрел бы на нас. Очень важным в формировании глаза является взгляд. Взгляд это формируется зрачком, который находится у каждого у нас резинки глаза радужного кружочка и является собой дырочку внутрь глазного яблока. Зрачок расширяется и сужается, пропуская внутрь определенное количество света, ну и соответственно информации. Вот, поэтому зрачок это необходимая деталь для того, чтобы наш человек был зрячим. Дальше брови. Брови это тоненькие такие полосочки, которые могут быть сердитыми. ну, как бы равнодушными, удивленными и очень характерными. Выбирайте сами. Характер своему человеку формируете вы. Это ваша работа, это вы отвечаете за то, что в результате увидит зритель. Но когда вы выбрали характер бровей, вы обязательно намазываете шликером и приклеиваете, прижимая обязательно пальчиком то, что вы сделали, мой человек будет удивленный и даже немножко обескураженный. Судя по его разрезу губ, это видно. Так, вторая бровка. Лицо человека не всегда симметрично, и я думаю, что вы об этом уже знаете. Поэтому, если в вашей работе вдруг случились какие-то накладочки, ну, например, одна бровь короче, другую или что-то еще, и вас это не смущает, оставляйте. Не торопитесь как бы изменить. Посмотрите внимательно на человека и решите, а может быть, ему таким и нужно быть, и вы просто немножко недооцениваете конечный результат. Ведь по работе обычно судят уже, когда она сделана. По половине работы вряд ли можно сказать окончательно, что уже получилось. Если вы хотите, чтобы ваш человек спокойнее прикрыл глаза, сейчас у человека глаза как бы раскрыты очень широко, то давайте вспомним, что есть века, маленький кусочек, расплющенный нами в лепесточек, в пластиночку, и наклеенный наверх, прикрывает человеку глаз, дает тень на глаз, дает уже объем и спокойствие. Ну вот, а как вы уже его расположите, посмотрев в зеркало, или просто как бы наугад, это ваше дело, это ваше авторское право, как всегда, я говорю. Мы делаем портрет не на заказ, поэтому заказчик тут у нас не имеет значения и не играет роли, хотя когда портреты делаются на заказ, то конечно заказчик всегда прав, мы должны учитывать, как он хочет выглядеть. В данном случае мы берем все права на себя. Ну вот, мой человек смотрит в сторону, осталось только сделать ему прическу, а потом уже решить, что и как. Нет, ну само собой, конечно, можно еще и можно еще конечно прибавить волосок на бровь, но смотрите, не будет ли это похоже на батончик над глазами, я не знаю, каждому решать самому. Берем кусочек и опять же мы его буквально размазываем по тряпочке, по тряпочке размазываем, придерживая обязательно пальцами нашу ткань. Мы размазываем для чего? Для того, чтобы он стал тоненьким притоненьким. Шапка волос и обязательно намазываю его целиком, 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 потому что мы не знаем в каком месте своем он прижмется к лицевой поверхности, то есть к нашей маске. Мы должны предусмотреть все. Ну что же, поехали. Вот оно, вот оно, наше произведение, уже практически оделось в волосы. Ну что же, у меня получился молодой мужчина, весьма упитанный, весьма такой вот не худенький, скажем так, ну в общем, в полном расцвете сил, я бы сказала. Вторую сторону прически. Опять мы размазываем по тряпочке, буквально размазываем. Размазываем, самое главное, чтобы краешек наш не рвался, намазывая после шликером, причем хорошо намазывая шликером. Если мы намажем плохо, то при уже исполнении прически, при вот этом вот движении, все может сломаться. Шликер дает возможность глине стать эластичнее. То есть шликер безопасно позволяет нам не сломать нашу деталь. Очень аккуратненько приклеиваем, приклеиваем аккуратно, аккуратно, аккуратно. Немножко поднимаем и заворачиваем в эту сторону, примазывая кусочки изнаночной стороны очень хорошо к основе. Потому что мы должны себя гарантировать от неприятности. Вот мы примазываем изнанку, а вот это лицо положили. Ну, что не хватает нам для того, чтобы наш человек был... Мы можем сделать ему поуже подбородок. Смотрите, весь поуже подбородок и уже из Жерара Депардье он превращается у нас Валена Делона. Ребята, развлекаться можно сколько угодно. И это так на самом деле приятно. Вот так вот я сейчас хочу сделать и даже может быть вперед вывести подбородок. Чуть-чуть вперед. Видите, какой у меня уже стал такой вот совсем другой. Ну, ладно, что еще? Наш человек не слышит. Он видит, он дышит, он может говорить и кушать. Он даже может себе причесать волосы, но он не слышит. Поэтому мы с вами сделаем ушки. Сделаем с вами ушки, глядя в зеркало или не глядя в зеркало. Как хотите, дорогие, делайте как хотите, но чтобы ухо было. А ухо можно сделать примерно вот таким. Уши бывают маленькие, большие, мочку уха, мочку уха. Козелок мы делать не будем. Он здесь находится. Ладно, обойдемся без таких деталюшек. Хотя это все важно. Когда мы делаем скульптурную вещь, конечно, это очень важно. И мы не забываем, что ухо идет от бровей до конца носа. Но в данном случае у нас человек музыкальный. есть у него ушко маленькое. Но слышит он им хорошо. То есть он улавливает все. Мы можем сделать так, чтобы он не очень улавливал. То есть убрать ухо в плоскость боковую. И тогда у нас человек гарантирован, что лопоухим его никто не будет дразнить. Но это не суть какой формы вашей уши. Самое главное, чтобы вы были хорошим человеком. С музыкальными ушами, большими, маленькими, такими-сякими, этаками. Это не важно. Главное качество человеческих, человеческие ваши, качество вашего образа. так, опять же, от брови примерно до носа. Вот это полоса, которая отдается природой под ушки. Так, ну что же, из состояния вот такого вот мы переводим опять ухо в плоскость подальше. Хотя, вспоминая нашего замечательного режиссера Владимира Басова и его ушки, конечно, можно сказать, что ой-ой-ой, ай-ай-ай. Но вспомните, какие чудные произведения снимал этот человек. Какие замечательные роли в его исполнении мы помним. И совершенно неважно, какие при этом у него были уши. Он был потрясающе обаятельный человек. Под его обаяние попадали многие. Поэтому совершенно неважно. Ну вот, мои хорошие, примерно все. Теперь мы можем чуть-чуть, может быть, сделать какой-то вот вариант волосинок на портрете на нашем. Ну, и на этом уже закончить. Смотрите, здесь человек с волосами курчавыми, правильно? Где-то у нас человек, который вообще потерял все волосы. А может быть, специально это делает, потому что характерный, красивый череп это тоже привлекает. Вот. Ну, и так далее. То есть, вы ориентируете как хотите. Вы можете сделать портретную галерею горожан. Вы можете попробовать слепить натуры ваших родных и близких, которые сейчас с вами рядом и уже долго находятся рядом, поскольку мы еще с вами ждем и ожидаем все, когда и мы, и все горожане наконец-то смогут появиться на улицах и с удовольствием окунуться в лето, в летнюю суету, в летнюю городскую среду и радоваться. Вот так, друзья мои, вот наш человек, вот что получилось из сегодняшней работы. А я благодарна вам за то, что вы с нами. Заходите к нам, полепите вместе с нами. До новых встреч! Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok